Я являюсь руководителем отдела анализа данных компании InditeWeb. InditeWeb занимается разработкой IT-услуг в области анализа данных искусственных объектов больших данных. А каким образом сложилось так, что Вы пришли в IT? Ну, на самом деле, мне как-то повезло, потому что в IT у меня не было мысли, куда идти. Ну, я со школы как-бы четко ориентировался на математику, на ее применение к информационным технологиям. То есть, да, у нас сейчас явный пул информационных технологий. Ну, интерес к этой области мягкого был намного раньше. Я, как-то, с пятого класса участвовал в олимпиадах по математике. Я пятый, шестой класс – школьные олимпиады, городские олимпиады в Минске проводят, был победителем. В седьмом классе у нас уже и с фриканских олимпиады начинаются. То есть, я тоже регулярно их побеждал. В десятом, одиннадцатом классе ездил на международную олимпиаду по математике. Я учился в седьмом классе, где уже начинается увлечение ребят в какие-то уклоны. Я учился в средней школе номер 41. Ныне это гимназия номер 41. То есть, сейчас еще 41 школа появилась, по-моему, где-то в Домбровке. Нет, это не то учебное заведение, конечно. Это гимназия номер 41 нынешняя. Одна из ведущих школ в области подготовки ребят, по-моему, математики и информатики. То есть, у нас в школе всегда был диплом в математике. Какое-то прошлое, мы даже брали больше всех дипломов на олимпиадах, чем и лицей в бакалу. И сейчас, как бы, жестко, всегда есть такая баталия, как бы, у кого диплом будет больше, там, у лицея или у 41-й. Там, 29-я гимназия, Минская, купеют какой-то, конечно, диплом, но обычно поменьше. И у нас специализация, физика и другие предметы. Какой-то, конечно, диплом по информатике ребята брали, как бы, и ребят с 29-й. И то, что их объединяет, это то, что там работают, естественно, замечательные преподаватели, которые либо целиком, ну, все они посвящают себя детям, и многие из них, на самом деле, работают еще и в университете. То есть, в случае 41-й школы имела математику и программирование седьмого класса, имели преподаватели где-то только на математике и информатике. То есть, ну, туда и поступил. На первом курсе продолжал участвовать в олимпиадах, уже студенческой математике, увлекался в научно-исследовательскую деятельность, знакомился с тем, что такое современная IT-индустрия. После четвертого курса я в качестве дополнительного образования пошел в школу анализа данных Яндекса. Это абсолютно бесплатная школа, которая спонсируется IT-гигантом на рынке СНГ, где ребятам, ребят целых два года учат тому, что такое анализ данных. Это большие данные, машинное обучение, компьютерное зрение, обработка текстов. Вот два года как бы неполноценной учебы. Сейчас эти программы даже преобразовали в магистерские, то есть ШАК специфицировался как образовательное учреждение, дает дипломы по переподготовке кадров, по-моему, МФТИшные или свои, я уже не помню. Ну и на базе этой программы ее расширили там магистерскими работами, научными семинарами, это полноценная магистратура. МФТИ, Высшая школа экономики, ОМГУ, Высшая школа экономики у Яндекса и вовсе появился свой факультет компьютерных наук. Но это уже потом. Я как раз попал в ту волну, когда это всего лишь, была школа анализов данных. Но мне повезло, то есть у меня с самого класса и даже сейчас я общаюсь с лучшими людьми, у которых можно научиться. В школе у меня были замечательные преподаватели, тратить целиком себя на работе с ребятами, математики, программирование. У меня были замечательные учителя в университете, там, которые, естественно, подготовили не одно поколение ребят, побеждающих на алимпиадах и занимающихся технических людей. Ну и в школе анализов данных Яндекса, ну и IT-гигант постарался влечь от своих самых лучших сотрудников и пригласить, как бы, ведущих преподавателей оказать полностью свою помощь, чтобы действительно ученые, чтобы у людей была высокая мотивация, с знаниями, с талантливыми ребятами, которые достаточно строго отбираются. Ну и сейчас я по-прежнему в параллельной работе уже в Индате и в прежнем университете окончил аспирантуру. В этом году преподаю в БГУ с 13-го года в параллельной учебной магистратуре и в аспирантуе. Сейчас я веду в магистратуре алгоритмы и системы обработки больших объемов информации. Это тоже одна из инфраструктур уже в Беларуси, созданная при поддержке Яндекса. Наверное, вы не будете спорить, и все согласны, что информационным технологиям надо обучать с детства. Вот с какого возраста и с чего начать? Информационным технологиям, конечно, надо учить с детства, но спортом может быть абсолютно разным. Нам очень повезло, что старшим поколениям, даже нашим родителям, гораздо труднее вовлекаться в трансформации экономики, в их цифровизацию. Им трудно даются всякие современные мессенджеры, способы коммуникации, анализы. Действительно, что хорошо, когда человек знакомится с компьютером в утральном возрасте, но оно, наверное, должно быть каким-то гармоничным, потому что только одних программистов готовить – это плохо. как недавно Герман Греф сказал, ну, не очень удачно, а журналисты часто наказывают за такие фразы. Он сказал фразу, что скоро программисты будут не нужны. И на него, конечно, все набросились. Он сказал так, что потом поправился, опять же, неудачно поправился, потом еще раз поправился. Смысл был в том, что не нужны будут программисты и думают только про коды. Как, в принципе, и врачи вдруг смотрят, что-то выучили, не хотят смотреть на проблемы шеи и сам развиваться. Он сказал, что сейчас программистов много, как бы, что все вообще в таком черчаффом состоянии. Ну, скоро информационные технологии будут везде, но спрос, на самом деле, программистов, он не будет так же расти. Спрос вообще просто на людей, которые пишут код, он может вообще вовсе исчезнуть. Нужны люди, которые пишут код и понимают, какую деталь, какую задачу они решают. Так, я думаю, и детям. Не надо сразу говорить ребятам, ты будешь программистом. Надо просто знакомиться с различными инновациями во всех областях, с инновациями в биологии, показывать, что такое нанотехнологии, что такое современные технологии в биологии. Везде здесь используется информационность. То есть надо знакомить ребят просто с инновациями, чтобы они были в тренде, чтобы они понимали, что надо как-то использовать максимум возможностей современного общества, смотреть, что на проблемы всегда широко, чтобы отучившись пять лет в университете, независимо на какой специальность поступил, на врача или еще кого-то. Скоро ты будешь работать немножко с другими технологиями. Всегда появляются какие-то новые средства диагностики, новые какие-то материалы совершенные. И ты должен всегда вовлекаться максимально в новой технологии, чтобы лучше решать чью-то проблему, лучше лечить, как бы улучшать информатизацию чего-то для программиста, или лучше преподавать. То есть надо просто помочь ребятам, показать вообще, чем можно уже в обществе заниматься, и показать как бы самое лучшее, все самое передовое, где самая большая нехватка. Здесь же биоинформатика – это великолепная область. Мне рассказывали недавно про применение нейронных сетей для синтеза лекарств. Ну, на самом деле, немножко, конечно, странный способ, но классическая проблема вообще заключается в том, что все лекарства, если кто-то не забыл, то здесь очень долгий патент, по-моему, лет 20-25 на лекарства. И многие лекарства недоступны из-за этого многим своем населении. То есть есть лекарства, которые стоят очень дорого, потому что на них выставили огромную цену и действуют патент. Ребята пытались проанализировать много структур молекул, используя там нейронные сети, чтобы синтезировать новые какие-то соединения, которые, возможно, обладали бы аналогичными, это было бы другое соединение, но обладало аналогичными свойствами. Генетика, очень велика там, очень великая вклад информатики, но при этом я не могу сказать, что когда-нибудь информационные технологии подменят биологию. То есть информационные технологии, они должны служить в развитии общества в самых разных областях. И знакомить ребят надо со всем абсолютно в этом будущем. И в будущем не кидаться на все области, а стараться, чтобы у нас было современное образование и подготовку глубостых кадров во всех областях.